всем привет с вами основатель гулагу нет владимир осечкин очень многие меня сегодня просят прокомментировать вот эту чудовищную новость об убийстве заключенного евгения анатольевича нужина который отбывал наказание в колонии номер 3 усин по рязанской области отбывал там на наказание потому что он бывший сотрудник правоохранительной системы и потому что он был осужден на длительный срок лишения свободы за убийство он был так называемым краснополосником склонным к побегу был на скажем так нехорошим счету администрации учреждения его подозревали в том что он может сбегать и несмотря на это олигарх евгений пригожин его смог завербовать всем известно что олигарх пригожин по указанию путина занимается наемничеством в исправительных колониях строгого и особого режима в син россии так вот заключенного нужно отправили для войны для участия в агрессии против украины где через некоторое время он оказался в плену я не знаю всех подробностей сам ли нужен добровольно сдался в плен либо его захватили но то что мне сто процентов на данный момент известно что целый ряд известных украинских журналистов и блогеров сделали с ним очень много интервью это было опубликовано в ю тубе в интернете и это увидели миллионы человек также вот сделал такую подборку важная информация по этому поводу в конце сентября этого года президент украины владимир александрович зеленский которого я глубоко уважаю и поддерживаю считаю что он переживает вместе со своей страной сейчас самый страшный период и он без сомнения без сомнения он герой так вот владимир зеленский обратился к россиянам по поводу мобилизации в россии и подчеркнул что сейчас ключевой момент когда решается закончится ли ваша жизнь украина гарантирует каждому российскому солдату который сдастся в плен три вещи первое с вами будут обращаться цивилизованно в соответствии со всеми конвенциями второе никто не узнает обстоятельства того как вы сдались в плен никто в россии не узнает что ваша сдача в плен была добровольной и третье если вы будете бояться возвращаться в россию и сами не захотите обмена мы найдем способ обеспечить и это заверил владимир зеленский это все опубликовано в вместе с тем мы уже теперь достоверно знаем что 11 ноября евгений нужен был жесточайшим образом убит по его голове палачи из незаконного вооруженного формирования так называемой чвк вагнер нанесли несколько сокрушающих ударов и убили этого человека можно очень долго обсуждать личность евгения нужно можно находить какие-то видео из колонии где он занимается какой-то там тренировкой с трубами можно показывать его какие-либо наколки и так далее и так далее но все это никаким образом не отменит его право на жизнь человек который оказался в плену человек который согласился дать целый ряд интервью украинским журналистам и вышел в паблик рискнув своей жизнью человек который доверился украинским властям имеет законное право на сохранение жизни в данном случае мы понимаем что это право на жизнь было нарушено конечно его убили не украинцы конечно его убили те кто связан с россией с российскими спецслужбами у меня нету морального права предъявлять какие-либо претензии владимиру александровичу зеленскому но у меня есть право задать ему очень важный вопрос уважаемый владимир александрович пожалуйста пресеките все эти кривотолки различные рассуждения вот эту вот волну домыслов противоречий различных версий вас уважает весь мир огромное количество людей в том числе я мы вас поддерживаем я прошу вас расставить точки над и в этой истории и внести ясность по поводу судьбы евгения нужно это ошибка или сбой системы это отказ от программы помощи сдавшимся в плен или это что-то иное убедительно вас прошу внесите пожалуйста ясность потому что исход этой истории будет иметь огромное значение и имеет огромное значение для судеб сотен а возможно тысяч людей которые точно не хотят воевать против украины у меня все будем ждать апдейта и ответа спасибо всем огромное и если вы считаете что мы делаем важное и полезное дело пожалуйста поддержите лайком репостом прокомментируйте выскажите свое мнение не обязательно со мной соглашаться у нас здесь демократия и напоследок я хочу сказать что меня зовут владимир осечкин я правозащитник я основатель правозащитного проекта гулагу нет я более десяти лет своей жизни разоблачаю произвол российских спецслужб пытаюсь ограничить российских силовиков с тем чтобы они не били не пытали и не убивали за моей спиной маяк биорица франция юго-запад маяк для тех кто сбился с курса я прекрасно понимаю что в этот период бури и шторма огромное количество людей сбивается с тур с курса но кто-то должен стоять по центру и давать определенные ориентиры я надеюсь что команда гулагу нет это делает последние годы и надеюсь мы продолжим выполнять свою миссию при том что конечно мы понимаем что мы в зоне риска мы разоблачаем коррупцию и произвол путинского режима мы выступаем резко против войны и делаем все возможное чтобы война скорее прекратилась я понимаю что наверное вполне возможно как раз вот те самые российские спецслужбы их агентура могут в том числе и убить меня показательно с тем чтобы запугать правозащитников и запугать всех людей которые выступают против войны кто выступает за мир кто выступает за права человека чтобы не со мной не происходило последующем в дальнейшем я прошу вас давайте делать все возможное для того всем миром чтобы прекратить эту войну и чтобы разоблачить гулаг 21 века и произвол путинского режима быть добру мы продолжаем